Киевский режим не прекращает туристическую деятельность против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Для бандеровцев, как поняли уже не только мы, но понимают все большее количество и стран, и неправедственных организаций, и людей. Нет ничего святого даже во время праздника Пасхи, так называемых пасхальных каникул, как у католиков, так и у православных. Они продолжили подвергать обстрелам жителей российских регионов. С 3 по 6 мая ВСУ прицельно били пожилым домам в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Авдеевке. В результате атак беспилотников и детонации взрывных устройств ранения получили 7 человек. 5 мая в населенном пункте Николаевка, ДНР, на мини-ВСУ подорвалась находившаяся в автомобиле семья. Серьезно пострадали взрослые мужчины и женщины, а их ребенок, к счастью, остался невредим. Под угледаром ВСУ с помощью беспилотников атаковали участников крестного хода у свято-оспенского Никола Васильевского монастыря. Чудом удалось избежать жертв. В Жибекинском районе Белгородской области беспилотник ударил по селу Муром, пав рядом со свято-троицким храмом. В Бердянске и Запорожской области в результате организованного украинскими террористами подрыва автомобиля скончался сотрудник СИН России. Мандеровцы продолжают применять дроны Камикадзе для нападения на безоружных людей. В Белгородской области за последние дни совершены две такие атаки. 3 мая в селе Вознесеновка беспилотником атакован автобус. Он перевозил сотрудников одного из местных предприятий. Один пассажир пострадал. 6 мая в районе села Березовка Борисовского района под ударом беспилотника оказалась машина, легковой автомобиль и два микроавтобуса. Погибли семь человек, 42 ранены. Среди госпитализированных трое несовершеннолетних братьев. После приезда медиков, полиции, спасателей, а также прибыли журналисты, ВСУ прибегли к своей привычной террористической тактике. Они повторно ударили беспилотниками по гражданским лицам. Несмотря на отсутствие международной реакции на зверство киевского режима, я бы сказала даже по-другому, несмотря на то, что целый ряд стран, тех самых с недружественными режимами, буквально поощряют киевский режим подобной деятельности, российские правоохранительные органы тщательно фиксируют преступления украинских неонацистов. И ни одно злодеяние киевского режима не остается без внимания. Причастные лица устанавливаются и привлекаются к ответственности. Ну, вот хотелось бы об этом сейчас сказать подробнее. Суды Российской Федерации на основании доказательств, собираемых Следственным комитетом России, продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. Южный окружной военный суд приговорил Плохотникак к 18 годам лишения свободы за службу автористической организации АЗОВ и участие в боевых действиях против России на территории ЛНР. Никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания. Они будут установлены, ответят по всей строгости закона. Мы будем регулярно вам рассказывать как об их преступлениях, так и о наказании, которое неотвратимо.